Сегодня 27 апреля исполняется 100 лет в сине-желтой границе. Именно в конце апреля 1918 года на границе Украинской Народной Республики с Российской Империей были установлены два столба, раскрашенные в цвета украинского флага. С того времени ведет свою историю и пограничная служба Украины. На Софийской площади в Киеве прошли торжества. По случаю юбилея побывала на них и наша съемочная группа. Украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. Президент Петр Порошенко перенес его с 28 мая на 30 апреля. Мы возвращаемся к своим истокам, возвращаемся к своей истории. Майский день пограничника тоже имеет свою историю, но эта история не наша. Тот праздник идет у Дня пограничных войск КГБ СССР. 30 апреля 1918 завершилась операция по освобождению Донбасса и определению восточной границы Украинской Народной Республики. Станция Колпакова, где появились первые украинские пограничные столбы, сегодня снова оккупирована Россией. Точно так же большевистская Россия говорила, мы не нападем, мы не ведем никакую войну. Калька та же, формы и методы такие же. Мы стали умнее. За время боевых действий на Донбассе 825 пограничников удостойны наград. Сегодня президент вручает еще одну, посмертно, матери полковника Евгения Пикуса. Он погиб в 2014 в бою под поселком Таловое Луганской области. Не боялся брать на себя всю ответственность. В самые трудные минуты он был первым. Таким мы его знали. Он до конца был верен Украине. Любил Украину. Юбилей пограничной службы совпал с выпуском в Академии погранвойск имени Богдана Хмельницкого. 18 молодых специалистов уже имеют боевой опыт в зоне АТО. Игорь Квас в 2014 пошел на войну добровольцем. Был в разведке, теперь решил служить на границе. Прикордонники первые встречают врага. Пограничники первыми встречают врага. Я захотел дать отпор, потому что много моих побратимов не вернулось с войны. Они не могут сейчас дать интервью. Я хочу отплатить. В этом году ряды пограничников пополнят 245 выпускников Академии. Через месяц они встанут на защиту границ Украины.